Они абсолютно не против того, чтобы кто угодно участвовал в выборах, и чтобы кто-то был там показательно убежден. Убедить сторонника действующей власти в том, что оппозиция должна быть допущена к выборам, и должна иметь возможность в выборах участвовать, это не сложная задача, проверенная опытом большой агитационной работы. То есть эти подписи можно собирать буквально у кого угодно. В этом нет никакой политической, никакой другой проблемы. Что еще очень важно? Алексей об этом говорит на каждой встрече, и если кто смотрел стримы с другими встречами, то вы наверняка это видели много раз, но это такая важная штука, что я все равно был. Осенью, когда мы делали программу, готовили программу, мы проводили фокус-группы. Много в разных городах, ну там в Краснодаре не были, но в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, где-то, где-то, четкая фокус-группа, да, там сажали за полупрозрачное стекло каких-то обычных людей с улицы, случайно подобранных, обидно наших сторонникам, давали им какие-то наши тезисы и идеи, и задавали вопросы. И среди всех этих вопросов был очень важный вопрос, а как вы, ну там, мы спрашивали по каждому из тезисов, что он нравится, что не нравится, а еще мы спрашивали в частности, там, как вы получаете информацию, откуда вы берете новости, кто для вас является источником политических новостей. И в этом месте Алексей делает такую картинную паузу, говорит, ну а как вы думаете? И пока люди еще не смотрели стримов и не знали правильно ответ на этот вопрос, то в первых штабах себя верили телевидение, Соловьев, Киселев, туда-сюда, сейчас уже все знают правильно. Правильный ответ, тем не менее, очень важно, он заключается в том, что на каждой из этих фокус-групп, почти каждый из этих людей говорил, я что-то в политике не очень понимаю, но у меня есть друг, который шарит и мне все расскажет. Друг, сестра, муж, в таких вариантах. Информация, которую человек получил из уст в уста, гораздо более доверенная, чем информация, которую он посмотрел по телевизору. Почти все понимают, что телевизор всегда прет, и чем дальше, тем эта уверенность растет. Информацию, которую человек получил из уст в уста от знакомого, относительно близкого человека, или совсем близкого, от родственников, близкого друга, тем более ценнее. Информация, которую человек получил от человека, который говорит искренне, и верит в себя, и уверен в себя, бесценно и побеждает просто все, что угодно. А говорить вы искренне или нет, это любой человек при контакте в глаза в глаза понимает за 20 секунд. Если вы искренне говорите о ценностях, в которые вы верите, с людьми, которые вам доверяют, мамой, папой, тетей, дядей, тещей, бабушкой, дедушкой, коллегами, друзьями, то вы станете для них таким вот другом, который шарит и все мне рассказывает. Вообще без проблем. И, собственно говоря, этого достаточно, чтобы убедить. Потому что, опять же, наши тезисы, ну вот, вы знаете, у нас сейчас пока опубликована очень краткая программа, шесть базовых тезисов. Но они, а, простые, б, понятные, и они разделяются всеми. Ну, то есть, там, у каждого из них, опять же, мы это тестировали, уровень поддержки существенно выше 80%, а в большинстве случаев существенно выше 86%. Борьба с коррупцией, децентрализация, судебная реформа, экономическое развитие, инвестиции в инфраструктуру. Все это вещи, которые всеми воспринимаются на ура, и про которые просто говорить. Что сейчас больше всего все обсуждают в интернете, и на что больше всего смотрят? Кадры из Сирии. Есть там химическое оружие, нет там химического оружия, что такое? Посмотрите на эти кадры другими глазами. Посмотрите на качество асфальта в Сирии. Потом проедьте, как мы сегодня подразделим 4 дома. И станет понятно, что с приоритетами у нас что-то немножко не так. И как-то вот все-таки мы деньги тратим немножко не на то. Идея о том, что сначала надо инвестировать в Краснодар, а потом в Пальмиру, понятно, доступна и абсолютно ясна любому человеку. Идея о том, что деньги и полночие не должны все быть сконцентрированы.